Владимир Путин, ну или не Путин, подписал закон об изменении порядка проведения выборов президента страны в случае введения военного положения. Как думаете, почему именно сегодня заговорили о военном положении? Неужели время его вводить или к чему готовится Путин сегодня? Нет, на самом деле это все давным-давно было заготовлено. Я об этом говорил несколько месяцев тому назад. Ты последние несколько месяцев говорил, что надо еще дожить до выборов, и у Путина есть ключевой момент, он может вообще их отменить. Потому что я вам напоминаю, что военное положение Путин ввел в Российской Федерации в прошлом году, своему указу, оно не отменено. Оно градуировано, то есть там есть несколько уровней этого военного положения. Полное военное положение в пяти регионах Украины, захваченных Российской Федерацией. 23 региона центральных, Южная Россия, недалеко от Украины, тоже находятся в повышенном уровне боевого положения, военного положения. Остальная Россия тоже находится, вот пересчитайте указ, то есть практически вся территория Российской Федерации уже была, Путина объявлена на ней военное положение. И дальше все было понятно, что в условиях военного положения обычно замирает политическая жизнь и не проводятся никакие выборы. Кстати, в Украине тоже самое идет, та же самая полемика, надо ли проводить президентские выборы в следующем году. И ответ точно такой же. Украинское законодательство запрещает проводить выборы во время военного положения. Все. И в этом смысле Путин, вы знаете, это может быть, ну, конечно, так сказать, это мое допущение, конечно. Но он вот дождался, когда президент Зеленский в Украине говорит, что у нас никаких в ней будет президентских выборов, потому что в следующем году, потому что закон нам запрещает. Во время войны не делают выборы. Вот. И это, кстати, консенсусная вещь, которая существует в Украине. Только некоторые люди там мутили воду и говорили, что надо проводить выборы. Ну, и говорили о том, что якобы там Соединенные Штаты Америки толкали президента Зеленского провести эти выборы. И он тогда ответил, что дадите мне 5 миллиардов на их проведение. Проведу. А когда, так сказать, ему дали понять, что ему даже на военные цели не дают 8 миллиардов ближайших денег, а уж тем более на проведение выборов. Ну, в любом случае, это было совершенно логично. Потому что, конечно, страна, на которую падают бомбы, у которой завоевано 5 регионов, у которой очень много людей выехало просто в качестве беженцев и в Европу, и не в Европу. Которые внутри страны, кстати, тоже беженцы переместились из восточных регионов в западные и в центральные. Вот. Было понятно, что это правильно совершенно, что проводить выборы нельзя. Вот. И Путин этого дождался с украинской стороны и сказал, а у нас то же самое, мы же тоже воюем с Украиной. И у нас тоже, значит, есть военное положение, поэтому тоже можем отменить выборы. И это, кстати, с точки зрения Путина абсолютно правильный шаг. Потому что сомнения в том, что его выберут, есть большие. Несмотря на заявление того же самого Кадырова, который говорил, а зачем организовывать выборы, у нас-то и так понятно, что Путин наш руководитель. И Песков сказал, у него же, мы понимаем, что у него 90% поддержки, никого, кроме Путина, настоящего кандидата нет. Все, все это, нас это готовили уже много месяцев, несколько месяцев. Все эти заявления уже, по крайней мере, два последних месяца, значит, гуляли. Вот. И все. И это правильно, кстати, потому что если он проведет выборы, то они в любом случае будут нелегитимными, потому что это нарушение Конституции. Потому что человек, который говорит, 24 года я правил вами, это теперь все обнуляется, это не считается. И вот я с нуля иду на новый срок. Это только детский сад мог приять какой-нибудь или, там, я не знаю, больница, психиатрическая имени Кащенко. Вот. Ни в какой нормальной стране это приниматься не могло. И парламентская ассамблея Совета Европы ПАСЭ уже приняла свою рекомендацию. Она уже сказала, что в любом случае отношение к Путину будет как к нелегитимному человеку, даже если он выиграет на этих выборах и проведет их. Вот. И поэтому в таких условиях зачем тогда их проводить? В общем, все понимали, что с 96-го года еще при Ельцине в Российской Федерации не было организовано ни разу никаких настоящих выборов еще до прихода Путина. А при Путине тем более. И хотя там могли какие-то, там, даже иногда нормальные люди, там, оппозиционеры выигрывать где-то. Но на самом деле общая, так сказать, общая организация, общая структура, организация политической жизни в Российской Федерации не соответствовала никаким стандартам современного государства. И все выборы были поддельными, начиная с ельцинских выборов 96-го года. Вот. И так что зачем надувать щуки, зачем, кого обманывать? То есть Путин, на самом деле, обратите внимание, ведь в последнее время чем он занимается? Он говорит, ну, вот если вы считаете, что я диктатор, если вы считаете, что я нарушаю, там, права человека, то ради бога, ну, и буду нарушать я права человека. Что для меня это изменит? Потому что я и так нахожусь под санкциями, да? Что это добавит еще к моим санкциям? Вы и так собираетесь принять, там, 12-й пакет санкций против Российской Федерации. Зачем? Вот если бы вы мне говорили, что если ты проведешь нормальные выборы, то мы тебя снимем, с тебя снимем какие-то санкции, вот тогда мне было бы там, допустим, мотивация какая-то проводить чего-то. А если вы в любом случае будете добавлять еще какие-то санкции, то зачем я должен играть в эти западные игрушки, никому не нужные западной демократии? Еще такой один вопрос. Очень осторожно вас спрошу об этом. Сейчас в информпространстве украинских СМИ есть разная информация о том, что якобы Минобороны готовили отставку к генералам. Уже Минобороны, конечно, провекли эту информацию, сказали, что все работают, все нормально, ничего страшного. Но все же есть еще люди, которые там, один из депутатов Украины, который еще недавно здоровался с Лукашенком, кстати, сегодня рассказывает о том, что как заложные неправы, то ли контрнаступление не так пошло, вот Зеленский молодец, вот такой вот себе, ну пытаются, видимо, немножко расколоть общество изнутри. Вот здесь интересно, что это может взять для себя из этого Россия, насколько это опасно для нас в качестве российской пропаганды. И наверняка они радуются такой информации, таким вот нашим недопониманием и даже высказываем некоторых политиков. Это некоторые, это не все, конечно, но есть такие. Да, ну сюда мы можем, последний пост, который сегодня появился у Алексея Альцовича в его фейсбуке, где он там высказывает новый взгляд на 25 воин, которые ему там кажутся. Вот, то есть много есть всяких вещей. Я не буду лезть во внутриукраинские дела и во внутриукраинские разборки. Это ваше дело, это вам определять, хорошо это или плохо, и как с этим бороться, и как с этим жить. Но, действительно, с точки зрения войны против Российской Федерации, чем больше у вас будет разброда и шатания внутри, тем слабее Украина будет на фронте войны с Российской Федерацией. Это абсолютно точно, это абсолютно всегда доказывала история. То есть страна, в которой воюет, у нее есть один единственный внешний враг, это путинская Российская Федерация, путинский режим. И все расприи внутри Украины, они все работают над Путина и против Украины. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok